Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из нового цикла о жизни людей в 80-е и 90-е годы и этот выпуск посвящен тому, как мы в конце 80-х годов, ну середина, вторая половина 80-х отдыхали, ну скажем так, ездили в отпуска взрослые, ну соответственно дети на каникулы и он также связан с Чернобылем и вы увидите почему, но прежде всего, когда мы сейчас говорим съездить в отпуск многие говорят съездить, ну как туристы, в туристическую поездку посмотреть какие-то страны в Советском Союзе, разумеется, за границу практически никто не ездил, ну за исключением, наверное, номенклатуры имеется ввиду для отдыха, ездили люди, бывало в командировке и среди даже вот моих родственников были такие, кто ездил что касается отдыха, то я не знаю ни разу, хотя я допускаю, что может быть были люди, которые ездили в Болгарию, на море но у меня таких знакомых не было когда в Советском Союзе говорили слово туризм, туристы, то под этим понимали совсем не то, что понимают сейчас в наше время, под туристами понимали людей, которые ходили в туристические походы в горы или сплавлялись по рекам, плавали там на байдарках, на каяках вот, ну альпинисты, то есть вот туризм это вот это было только ездить куда-то в другой город, смотреть достопримечательности туризмом тогда, ну не считалось почему вы сейчас увидите ну даже можно сказать сразу почему потому что когда мы сейчас едем как туристы куда-то то мы бронируем гостиницу, бронируем билеты там летим или едем, или едем на машине в Советском Союзе в гостиницах можно было приваривать табличку мест нет то есть в гостинице поселиться было невозможно кроме как если вы там командировочный, если организация забронировала вам номер а вот так сходу приехать и поселиться в гостинице было невозможно поэтому достопримечательности люди смотрели, но совсем в другом формате поэтому все, можно тогда забыть о туризме но отпуска-то были, как-то люди отдыхали соответственно, как это было в советское время но по крайней мере вот в брежневское время и в 80-е годы было, в общем-то, три типа, как люди могли куда-то поехать в отпуск первое, это пансионаты, дома отдыха, санатории разница в том, что санаторий это с лечением пансионаты, дома отдыха без лечения в остальном это очень похожие заведения обычно ездили туда по путевкам от организации за очень небольшие деньги ну, соответственно, эти санатории и пансионаты, дома отдыха были на балансе разных там заводов, учреждений это все было такой ведомственный отдых мы, кстати, очень часто так ездили и я об этом в первую очередь и расскажу значит, второй тип это ездили дикарем в основном это Крым это Черноморское побережье Кавказа возможно, Прибалтика, кстати говоря ну, вот такие какие-то курортные городки где можно было неофициально либо снять какой-то, как называли тогда, курятник ну, это такой типа сарайчик, предназначенный для жизни там, где стояла пара кроватей, столик какой-то но это такая летняя, летний домик маленький либо снять комнату в квартире в каком-то приморском городе и это называлось ездить дикарем потому что снимали это все практически на месте и, естественно, никто ничего не бронировал заранее вот, тоже так мы ездили но это в основном уже в начале 90-х и, наконец, очень распространенная вещь в Советском Союзе которой практически сейчас уже нет это останавливаться у родственников то есть, очень часто там люди из другого конца Советского Союза откуда-то? С Дальнего Востока, из Сибири если у них были родственники в Европейской части там звонили говорили, вот там я приеду на пару дней или даже на неделю там можно остановиться и обычно таким просьбам не отказывали ну, разве что там уж кто-то болел или там маленькие дети но было не принято то есть, обычно в таком случае родственника поселяли там, если было где спать это было идеально но обычно, поскольку вы уже знаете из первого выпуска что там двухкомнатная квартира обычно 3-4 человека жила трехкомнатная 4-5 человек соответственно, не то что свободной комнаты а свободной кровати обычно не было поэтому там раскладушки ставили стелили на полу там на кровати там спало по несколько человек то есть, вот когда приезжал какой-то родственник это, конечно, было не очень приятное время потому что всем приходилось стесниться как-то все это скомкано было но с другой стороны и к нам так ездили и мы так ездили и это было общепринято и вот как раз для того, чтобы посмотреть какие-то достопримечательности типа Москва, Ленинград и так далее люди ездили в основном именно таким образом если у них были родственники кстати говоря, вот как раз Ленинград я так посмотрел благодаря родственникам которые жили под Ленинградом в одном из таких небольших городков так что вот такие три типа ну и соответственно начнем с цивильного отдыха пансионаты, дома отдыха, санатории это практически каждый советский человек проводил свой отпуск именно так то есть это самый типичный способ проведения такого ежегодного отпуска в моем случае это были пансионаты, санатории, дома отдыха завода, где работала моя бабушка расположены они были совершенно в разных местах были на море на Азовском море куда вот ездила бабушка, дедушка и я были которые расположены на Дисне в Черниковской области были расположены в Трусковце это курортный город в Карпатах где есть источник минеральных вод и там был как раз санаторий где было какое-то номинальное лечение ну в первую очередь это была минеральная вода все эти заведения выглядели абсолютно одинаково я думаю, что это было типично кроме там каких-то уж номенклатурных санаториев в Крыму, которые были помпезны а вот такие заводские санатории, дома отдыха пансионаты выглядели одинаково это был такой барак скажем так прямо двух-трехэтажный то есть там заходишь в холл, лестница и в этом холле стоит телевизор и много стульев, чтобы люди смотрели телевизор потому что в комнатах телевизоров не было дальше идет длинный коридор на каждом этаже и по обе стороны коридора комнаты комнаты обычно очень простые то есть это одна комната вдоль стен 4 кровати 4 тумбочки и еще шкаф и стол иногда умывальник все значит удобство типа туалет это на этаже а душ в лучшем случае на этаже а могло быть так, что один душ на весь корпус и кстати говоря, ключи были у дежурного соответственно, хочешь принять душ надо найти дежурного, взять ключ пойти помыться, вернуть ключ соответственно, как вы понимаете если в корпусе жило там, не знаю, сотни человек то далеко не каждый день мылись где-то мылись раз в неделю кстати, для Советского Союза вот такая, ну, по нынешним временам неопрятность и пренебрежение к гигиене это была типичная вещь в силу отсутствия удобства отсутствия доступа к душу к туалету персональному это все было такое общее вот, что еще было была обязательно столовая потому что, ну, естественно, людей кормили кормили плохо чуть лучше, чем в детском садике о чем я в первом выпуске говорил где еда была очень несъедобная здесь еда была, ну, практически всегда очень плохого качества то есть это обычно какая-то тоже манка или каша на молоке типа гречки или перловки или могла быть овсянка это практически каждый день такое иногда было пюре обязательно с подливкой почему-то были какие-то котлеты тефтели могли быть на обед первое блюдо обязательно суп или борщ, что-то такое жидкое иногда, но не каждый день был салат салат, что это такое это порезанное на терке свекла или порезанное на терке морковка вот все очень такое простое примитивное не очень вкусное обычно плюс к этому давался на завтрак и на ужин чай чай это была слегка подкрашенная жидкость такого светло-коричневого цвета естественно, с нынешними чаями ничего общего нет то есть в Советском Союзе чай был абсолютно отстойным это только название по крайней мере в таких заведениях типа столовых и прочем вообще пить а на обед был компот тоже очень малоприятный иногда давали кефир с собой на вечер потому что было принято в Советском Союзе пить кефир на ночь считалось, что это способствует пищеварению что делали люди в таких ну если это санаторий там естественно обычно полдня лечения какие-то процедуры это понятно если брать пансионаты дома отдыха то если там на реке или на море ну понятно, в светлое время ходили купаться и проводили время на пляже по вечерам смотрели телевизор поэтому вот такой холл много стульев телевизор обычно один на весь корпус ну правда и программ в Советском Союзе была одна программа в лучшем случае там две поэтому особо выбора-то и не было но если там выбор вдруг в кое-то веке случался ну там женщины смотрели мелодраму особенно в конце Советского Союза там рабыня и саура была такая популярная мелодрама бразильская а мужчины смотрели футбол но обычно там выбирать не приходилось то есть что показывали то есть смотрели если там показывали мелодраму мужчины играли в карты если показывали футбол не знаю что женщины делали в карты по-моему они не играли но сидели значит в комнате то есть вот такой отдых как вы понимаете довольно тупой и примитивный и то что я только помню что советские люди в такие поездки обязательно брали две вещи это кипятильник и это колода карт ну колода карт понятно потому что в Советском Союзе развлечений практически не было и что было делать там в этих пансионатах людям играли в карты обычно вот ну мы там молодежь ну дети фактически да играли дурака там в советский вариант бриджа или там покер опять же советский который с настоящим покером ничего вообще не имеет а взрослые играли в более такую сложную игру преферанс и обычно на деньги ну еще были там игры типа кинг или десятка ну они такие посложнее но кстати говоря практически все в Советском Союзе играли в карты это было самое массовое увлечение вторым наверное было домино шашки шахматы это было очень редко на самом деле книжки читали очень мало хотя библиотеки были я вот помню что даже к моему удивлению вот я тогда был таким ну тинейджером можно сказать ну взрослым ребенком не взрослым но таким немаленьким ребенком уже и меня начинало интересовать всякие книжки типа Вальтер Скотт, Александр Дюма и в принципе можно было найти такие вещи даже в вот в этих пансионатах даже какие-то редкие книги Вальтера Скотта я там прочитал граф Робер Парижский на самом деле это супер редкая книга о которой вообще мало кто знает но вот нашлась в кое-то веки но библиотеки судя по тому сколько там людей было ну может быть человека 2-3 ну может 5 ходило из сотни то есть это проценты в основном люди в Советском Союзе книг читали вопреки распространенному заблуждению достаточно немного хотя ну о книгах поговорим отдельно это тоже смотря какая социальная группа эти пансионаты заводские там в основном ездили рабочие рабочие книг не читали ну вот так что еще сказать ну тогда перейдем к Чернобылю почему потому что Чернобыль очень сильно повлиял на те поездки которые были с 86 года и дальше для меня и моей семьи потому что вот я ходил в школу все шло как обычно первого мая всегда в Советском Союзе была демонстрация ну была демонстрация еще 7 ноября но первомайская она была гораздо более любима потому что обычно хорошая погода уже тепло после там демонстрации можно сходить куда-то там взрослые там что-то выпивали перекусывали там детям покупали мороженое то есть в принципе это был хороший хороший праздник я всегда на эти демонстрации ходил и вот в конце апреля ну там 27-го 28-го какие-то смутные слухи но толком ничего не известно а уже 29-30-го там люди начали немножко беспокоиться что-то там вроде как произошло что непонятно вот я помню дедушка куда-то звонил там по своим знакомым спрашивал в принципе ему сказали что ничего там страшного нет какая-то мелкая авария демонстрация будет не беспокойтесь в общем мы на эту демонстрацию пошли на первомайскую в Киеве в 1986 году потом еще несколько дней было не очень понятно потом уже где-то ближе к 9 мая стало понятно что-то серьезное ну а такой настоящий масштаб он стал известен где-то в 10-х числах мая нам довольно быстро закончили учебный год по-моему в середине мая вместо конца мая и я помню что мы сидели дома ну как взрослые ходили на работу вот дети сидели дома нас гулять не пускали все было закрыто окна форточки погода была уже очень жаркая очень тушно было по 30 градусов это было очень сложное сложное время я очень хорошо запомнил этот май потому что дни тянулись бесконечно делать было абсолютно нечего на улицу пойти нельзя дома сидеть делать абсолютно нечего единственным развлечением было то что тогда запустили по первому каналу ну единственному считайте в советском союзе каналу фильм дети капитана гранта и вот с нетерпением я ждал вот вечера когда там хотя бы на час можно посмотреть этот фильм и отвлечься от такого тягучего безделья и естественно уже с середины мая все кто мог начали пытаться уезжать куда-то это было очень нелегко потому что билетов не было билетов не было в принципе в советском союзе билеты было достать сложно но на поезда имеется ввиду самолетами мало кто летал международных автобусов не было машины практически ни у кого своей не было поэтому основная часть людей ну процентов 90 наверное ездила на поездах и даже в нормальное время на поезда билеты достать было очень сложно а при таком ажиотаже это стало практически невозможно и вот где-то только через две недели удалось ну родителям достать билеты в Москву где были родственники и соответственно вот мы провели время больше месяца под Москвой и в Москве и потом в Горьковской области где еще были родственники и вот это как раз тот тип отдыха когда останавливались у родственников но правда нам тут повезло потому что в основном мы останавливались в частных домах в Подмосковье у брата моего дедушки да конечно тоже приходилось стесниться но по крайней мере не в квартире и конечно был участок и это было такое соприкосновение с другой жизнью для меня незнакомое но для многих советских людей и детей особенно довольно типичное потому что если у семьи советской были дедушка бабушка в селе то самым стандартным отдыхом ребенка на каникулах было поехать вот к дедушке и бабушке на все лето в село у некоторых людей были дачи не так кстати много но тоже достаточно людей имели в пригородах дачи и тоже типичным отдыхом было поехать на лето на дачу это кстати говоря вот интересная история потому что дома более капитальные так как где мы жили дачи более простые но все равно это погружение городского среднего класса в сельскую жизнь как ни крути сразу другой формат жизни свой дом участок вокруг тоже не многоэтажная застройка совершенно другие расстояния уже пешком как в городах мы куда-то ходили не походишь средство передвижения велосипед в городах в советском союзе на велосипедах ну дети на детских велосипедах ездили но уже там старше 7 лет на велосипедах практически никто не ездил а взрослые на велосипедах вообще не ездили то есть в городах вы велосипедов не видели а вот в селах велосипед был практически в каждом доме потому что добираться до ближайшего магазина было далеко и идти пешком это там минут 25-30 на велосипеде это там минут 5-10 соответственно вот все ездили до там глубокой старости на велосипедах я помню что меня это довольно сильно поразило и для меня это было непривычно но вот я научился ездить на велосипеде и с тех пор вот там катался каждое лето ну естественно после Чернобыля в Киеве мы старались не сидеть летом а куда-то уезжать как только была возможность что еще такое непривычное для городских жителей в этом формате это это то что удобство скажем так на улице это туалет типа сортир да то есть дырка в полу и такой деревянный сарай и вместо туалетной бумаги газеты вот как это не парадоксально может вам показаться но в Советском Союзе до самого его конца в том числе вот во вторую половину восьмидесятых в даже таких городах подмосковных как Домодедово где вот жил брат моего дедушки в частном секторе не было канализации не было водопровода был туалет типа сортир и туалетной бумагой люди не пользовались кстати туалетная бумага была страшным дефицитом и подтирались газетами а умывальники были такой как бы бидончик и в нем такая как бы палочка которую надо было рукой приподнимать и тогда оттуда текла вода а потом она под своим весом как бы опускалась и закрывала отверстие то есть такой ну не знаю как как это сказать постараюсь найти фотографию может быть вот здесь я вам покажу как выглядели умывальники как как вот люди умывались в те годы в негородских условиях кстати было везде то же самое было и в горьковской области тоже в частных домах где мы жили а например другой брат моего дедушки он жил в военном городке тоже в подмосковье но в многоэтажном доме это как раз вот тот формат отдыха когда мы упали на голову семьей там в двух или в трехкомнатной квартире там жили друг у друга на голове ну они как с пониманием отнеслись я думаю что очень много тогда кто жил в таких условиях останавливался у кого-то из родственников на квартире кстати говоря то же самое было в горьком то же самое было в городе Дзержинск горьковской области ныне Нижегородской соответственно где мы тоже у родственников там останавливались на квартирах но там правда разделялись так что не вся прям семья у кого-то жила вот я часто жил у родственников один особенно там если кто-то был из троюродных там братьев примерно моего возраста и нам там нам было веселее вот так что это было достаточно тоже распространено кстати говоря все вот эти там дома квартиры они выглядели абсолютно одинаково никакой там разницы не было где там люди жили в каком месте Советского Союза кстати говоря действительно жили примерно одинаково и все жили одинаково бедно можно сказать ну а те кто жил в сельской местности ну жили в таких условиях что даже страшно и представить я не знаю жили примерно так же как жили в 19 веке на самом деле особенно вот взять там мою прабабушку в Горьковской области у них был вроде как город и даже райцентр но там не было газа точнее вот не было газа трубопроводного газ покупали в баллонах в больших красных баллонах это было кстати довольно централизовано как-то это все легко было достать и этот баллон подключался к такой обычной газовой плетеновой конфорке и только газ шел не из трубы а из баллона это было достаточно для меня ну как бы непривычно сначала но при этом в доме была русская печь вообще дом был такой деревянный как вот в сказках у нас кстати таких домов не делают а в России их достаточно много там же выращивали на огороде всякая картошку и прочие вещи что опять же было довольно странно и непривычно для городского жителя и там же была русская баня и тоже то что люди купались мылись в банях это было достаточно странно но я думаю что в принципе жизнь в конце 80-х к этому 20-го века вот в таком русском не черноземье не очень сильно отличалась от жизни в конце 19-го века разве что было электричество да были лампочки и был телевизор да вот вот это наверное две вещи которые были такие новые а в остальном например у моей прабабушки дом такой рубленый из бревен там были сени там был рядом к дому вплотную такой большой сарай где я подозреваю раньше держали скот но тогда уже там скот в моем случае там не было скота но я знаю что на той же улице в других домах там люди держали и коров и кос ну коров реже а вот кос довольно много людей держало и соответственно там можно было пойти к соседям и купить молоко которое они прям доили и это напомню это не какое-то там глухое село а это районный центр так что вот ну что еще сказать еще да о поездках тогда скажу о том как люди собственно ездили как ну в данном случае моя семья куда-то добиралась естественно в основном это были поезда но в тот же горький мы несколько раз летали на самолете это было очень непривычно вообще если там посмотреть на аэропорт советского периода он был на порядок менее оживленным чем современные аэропорты то есть летали люди гораздо реже летали естественно там не было всех этих security всех этих контролей там все это было очень просто в самолетах я не помню чтобы кормили не кормили по-моему там давали только лимонад в каких-то таких пластиковых пиалках ну интересно кстати довольно вкусный я такого больше нигде не пробовал но это было довольно редко в основном ездили на поездах как я уже говорил достать билеты на поезд это было непросто потому что в советском союзе в свободной продаже билеты не выпускали все то есть было такое понятие бронь почему была бронь потому что все было в дефиците в том числе железнодорожные билеты а были люди командировочные которым надо было поехать и командировка решалась ну там за несколько дней как быть если нет билетов соответственно поступали таким образом билеты все в продажу не выпускали выпускали билеты ну какую-то часть пускали в продажу а какая-то часть была забронирована и если организации там надо было кого-то отправить в командировку они соответственно снимали бронь и брали этот билет но это можно было сделать естественно только официально ну или по блату если были какие-то знакомые железнодорожники и так кстати говоря вот именно получить билет по блату который снимался с бронирования это был вариант и им часто пользовались ну или через знакомых или за взятку то есть это вот в Советском Союзе было повсеместно если вы хотели купить билет обычным образом самым типичным вариантом было купить билет в кассах предварительной продажи как только они появлялись появлялись по-моему за 45 дней но люди когда планировали поездки летние особенно если было по путевкам то они знали достаточно задолго за несколько месяцев когда куда они едут и поэтому вот наступал вот этот 45 день до поездки надо было обязательно ехать в кассу предварительной продажи билетов выстаивать там очередь 40 минут час полтора часа но в первый день билеты купить было реально во второй третий и так далее уже менее реально а после этого было купить абсолютно нереально до того как начинали снимать бронь бронь начинали снимать по-моему за сутки но не всю а уже всю бронь снимали за 2 часа до отправления поезда поэтому конечно некоторые пытались за 24 часа купить билет или за 2 часа купить билет уже в кассах на вокзале но это было довольно рискованно потому что могло после брони ничего и не остаться то есть все могли разобрать и ну некоторые так некоторым так везло и в принципе если один человек ехал то это был вариант купить билет за 2 часа до отхода поезда но как вы понимаете это не от хорошей жизни так делали а именно потому что была вот эта система брони эта система блата и тотальный дефицит в том числе железнодорожных билетов как еще можно как вот например мои там дедушка отец иногда покупали билеты через знакомых если были какие-то знакомые в какой-то организации там можно было через них попытаться забронировать билет или снять бронь это было для нас это было не очень легко это легко было для тех кто работал всяких там ЦК КПСС или компартий союзных республик всякие обкомы облсполкомы министерства вот такие люди очень легко доставали билеты ездили на поездах мы практически купе или пласткарт но в спальных вагонах никогда не ездили в общих вагонах практически тоже не ездили потому что ну это был совсем уже отстой старались взять билет в купейный вагон но не всегда получалось и если уже совсем не получалось тогда оставались плацкартные вагоны и разница была очень большая в том числе и по контингенту который ездил в этих вагонах потому что купейные вагоны там люди обычно поприличнее но довольно часто мы ездили с дедушкой особенно в Москву поездки в Москва очень хороший поезд там первый второй или третий четвертый и там люди которые с нами в купе ездили обычно какие-то интеллигентные люди часто это какие-то военные там чинах типа полковника ну подполковника то есть не не младшие офицеры такие уже в возрасте дядьки обычно иногда семьи но тоже довольно не не молодые ну приличные там были нормальные проводники вежливые трезвые опрятные там разносили чай разносили постель это все было более-менее если же ехать в плацкартном вагоне то публика там была попроще много было таких или сельских людей или рабочих какие-то сомнительные люди там ну в поездах естественно воры очень часто ездили там воровство процветало в Советском Союзе дай Боже и на вокзалах и в поездах потом проводники были зачастую полупьяные неопрятные чай надо было идти самому наливать так что это было гораздо менее приятно а самые две неприятные вещи в плацкартных вагонах ну во-первых это часто белье было мокрым то есть вот белье централизованно стирали на там железнодорожных станциях не успевали сушить давали прям мокрое белье и зачастую вот если поезд уходил не совсем поздно ночью то первые несколько часов поезд едет у всех развешано по полкам белье сушится белье это очень типичная картина для не очень хороших советских поездов ну в хороших поездах обычно такого не бывало значит что еще и вторая неприятная вещь в плацкарте это абсолютное отсутствие приватности то есть все друг у друга на виду проходной двор люди ходят по вагонам круглые сутки уснуть ну довольно сложно ну конечно там уже усыпаешь если хочется спать но все равно это шум гам храп где-то в каких-то там отсеках плацкартного вагона люди еще не спят там зачастую пьянствуют допоздна играют в карты то есть это слышно в купе конечно гораздо лучше хотя перегородки тонкие соседние купе слышно но гораздо меньше все-таки в купе гораздо спокойнее было ехать а главное в купе можно было закрыться на ночь и в купе все закрывались на ночь в обязательном порядке и на замок и на защелку там была специальная защелка в двери опять же потому что в поездах процветало воровство в плацкартном вагоне закрыться было невозможно и поэтому ну люди берегли свои вещи как могли но те кто на нижней полке ехал им проще чемоданы под полку закрыл полку лег спать все а там иначе это как-то я даже не помню но как-то люди очень сильно берегли свои вещи потому что ну очень было много воровства так что вот такие такие поездки причем поездки если они очень ну длинные они все были длинные на самом деле в советском союзе таких поездов дневных как сейчас распространены в европе практически не было а в основном все поезда были ночными в основном это было там вечер утро это в лучшем случае а зачастую надо было ехать сутки полтора суток в какие-то далекие регионы можно было ехать и трое суток и даже неделю на Дальний Восток можно было ехать то есть поездка в поезде это была долгая такая вещь и люди естественно там хорошо к этому готовились в обязательном порядке готовили много еды варили яйца вкрутую какую-то вот курицу обычно готовили огурцы и вот это был типичный такой советский продовольственный набор для путешествующих в поездах это яйца это курица и огурцы хлеб соль и почему-то вот люди практически всю поездку то и дело ели а делать было в общем-то нечего ну пить кстати особо в поездах нельзя было но там конечно это все особенно в купе там закрылись и можно было коньячок ну взрослый естественно да я там был еще маленьким но я это все видел а в плацкарте ну как-то там где-то прятали бутылки там наливали в кружки железные пили там всякую более простые алкогольные напитки вот и вот так такое человеческое общежитие очень малоприятное но это была неотъемлемая часть отдыха советского человека да это сначала челлендж достать билеты потом вот такой такая поездка зачастую в плацкартном погоде потом проведение отпуска или у родни друг друга на голове в квартире или в лучшем случае в частном доме или в пансионате санатории где там комната 4 кровати 4 стены и нужно обязательно брать с собой кипятильник потому что ну чайников не было электрических воду вскипятить никак нельзя и кафе никакой инфраструктуры этого тоже нигде не было так что вот так очень очень просто примитивно и по нынешним временам даже сложно себе представить что много лет люди жили в таких свинских и скотских условиях и даже имея деньги ну практически за редким исключением не могли себе позволить достойного отдыха то есть вот Советский Союз это была совершенно не такая страна мечты как некоторые сейчас думают ну а те кто помнит как там жилось и как вот мы там жили как мы учились как мы отдыхали может сделать выводы сам ну а дальше можно еще поговорить и о советском быте о том как выглядели советские квартиры какая там была обстановка мебель техника как одевались советские люди ну и сделать уже вывод и об этой стране что в общем-то я думаю станет темой нашего следующего выпуска а я благодарю вас за внимание всего хорошего и до свидания и до свидания и до свидания